Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар+. И сегодня очередное кратенькое видео об свежем обновлении, которое вторично за февраль привлетает на мой смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra. А перед тем, как мы продолжим просмотр данного видео, я прошу вас прожать лайк под данным видео, написать свой комментарий и обязательно подписаться, если вы еще не подписаны. Друзья, вам не сложно, а мне это будет в радость. И ваша подписка меня стимулирует производить дальнейшие видео. Спасибо! Если вы еще не подписались, подпишитесь. Итак, Samsung Galaxy S22 Ultra, ничем практически по внешнему виду не отличающийся от Samsung Galaxy S23 и многим отличающийся от Samsung S24 Ultra. Итак, друзья, что же у нас здесь есть? Сегодня у нас видео об обновлении. Хочу сказать, что это второе обновление за февраль. Первое обновление было, которое имело заплатки по нескольким моментам. Улучшили производительность на Android 14 One UI 6.0. И что еще улучшили? Улучшили камеру, друзья, поскольку они ее просто уничтожили камеры данного устройства обновлением Android 14 с 13 на 14 и получением One UI 6.0. Ну что ж, камеры улучшили. Что ухудшили? Ухудшили, друзья, опять же батарейку. Батарейку ухудшили капитально. Итак, возможно, этим обновлением все пофиксится. Как видите, данное обновление имеет вес 255,44 мегабайта уровень безопасности, патч безопасности от февраля 2024 года. То есть, через несколько дней, буквально через неделю будет уже март, а они только выпускают патч безопасности на минуточку 21 февраля. Вот как-то так, друзья. Но еще по заявлению компании, данная патч безопасности улучшает прием уведомлений на этом смартфоне, а также улучшает, собственно, автономность. Это здесь не указано, но по официальному информационному ресурсу я этот момент выяснил. Ну и помимо всего патч безопасности. Однозначно я это все дело загружаю, устанавливаю. И, друзья, пару слов о данном смартфоне. Для кого он, для чего он. И, как видите, цвет очень красивый. Нужен ли стилус и так далее. Друзья, стилусом я пользуюсь очень редко. Возможно, это, скажем так, кому он нужен, кому он не нужен. Если он вам не нужен, берите версию S22 просто. Я имею в виду, что касается 22 серии. Смартфон по производительности в повседневности от S23 Ultra ничем не отличается. Кто-то скажет, камерами, друзья, но это настолько все высосано из пальца, что вот главное прямые руки и вы сможете фотографировать этим смартфоном лучше, чем S24 Ultra. Скажем так, позволю себе так сказать. Если прямых рук нет, то S24 Ultra вам тоже не помощник. Понимаете? Либо же тот же iPhone 15 Pro Max. Не помощник он вам. Однозначно. Данный смартфон, в принципе, радует своей производительности. Более миллиона баллов в Antutu он набирает спокойно. Единственный нюанс по аккумулятору это 4-5 часов активного экрана. Друзья, это совсем ни в какие ворота не лезет. Причем с различными оптимизациями и так далее и тому подобными вещами. Но, если вы берете, как многие говорят блогеры, данный смартфон, выключаете Always On, выключаете то, выключаете все, выключаете какие-то моменты в данном смартфоне, уводите его в режим, чтобы не приходили уведомления. По сути дела, для чего данный смартфон? Чтобы уведомления тоже были от различных мессенджеров, поскольку такую производительность и не использовать в мессенджерах, в играх, в каких-то еще нюансах, в каких-то редактировании того же видео, редактировании тех же фото, он серьезные программы тянет данный смартфон. Exynos 2200 очень серьезный камень. Напомню, что S24 Ultra выходит на Samsung Exynos 2400. Здесь 2200. Ну, как бы, есть над чем задуматься. Да, многие скажут, что там и версии Snapdragon есть и так далее, и так далее. Но, друзья, Exynos это тоже вещь. Кто бы сейчас меня чем не забросал в комментариях под данным видео. Кстати, пишите комментарии положительные, отрицательные, лишь бы без мата, друзья. Потому что с матами комментарии будут автоматически блокироваться. И, собственно, давайте приучаться к какой-то культуре общения на канале, скажем так, Technobar+. Поэтому как-то так, друзья. Данный смартфон крутой. Я его однозначно обновляю. Вот сегодня такое у нас кратенькое видео было по данному смартфону Samsung S23 Ultra. Поэтому как-то так, друзья. Желаю всем удачи на канале Technobar+. Как обычно, всех обнял.